Сначала в спецоперации жителям Донбасса и бойцам на передовую из Карачао-Черкесии регулярно отправляются гуманитарные грузы, питьевая вода, продукты, сладости, медикаменты, специальная техника. Воинам помогают все – органы власти, общественные организации, благотворительные фонды, неравнодушные люди, которые в свое свободное время помогают участникам специальной военной операции. Среди них – группа «За наших», которую год назад создали жители Черкесской Тамары и ее двоюродный брат Асхат Асендыров. У него очень много друзей ушло, была же мобилизация, и он говорит «Тома, а давай откроем группу, будем в поддержку наших братьев». Я говорю «Асхат, давай». Я говорю «Не против». Он говорит «Поддержишь». Я говорю «И народ нас поддержит». И вот так открылась группа 28 сентября прошлого года. В первое время их было немного. В группу входило всего несколько человек. Но уже через месяц их стало в два раза больше. Среди них была из Амира Цикла. У меня подружка выставила у себя в статусе. Она говорит «Помоги, чем можешь». Говорит «Это для наших ребят». Знаешь, что у меня у мужа племянник, старший брат там были. Они такие истории нам рассказывали. Я говорю «Почему бы ребятам не помочь?» Каждый может оказаться в этой ситуации. Брат, сват, кум, друг. Я дала «Отец поедет туда» или «Брат поедет». Неважно, кто это. Сосед, какой нации, религии. Думаю «Да, я помогу». Зашла, увидела Тому, Асхата и всех девочек. Подружилась с ними. Первый груз гуманитарной помощи собрали быстро. На призыв о помощи откликнулись многие. Вот только своего офиса у волонтеров не было. Первую гуманитарную помощь мы на Пятигорском шоссе там собирали. Туда пришло. Какой-то был труд. Как мы собирали? Без света, без воды, без ничего. Было очень тяжело. Мы собирали. Все холодно было. Но волонтеры продолжали работать. Они обратились за помощью главе региона и вскоре группе «За наших» выделили помещение. Сегодня здесь готовятся к отправке очередного груза. Домашняя еда, соленья. Все, о чем вдали от дома, мечтают солдаты. Но это передали неравнодушные люди нам, эти хачаны. Они говорят, можно мы передадим хачаны из печен для наших солдат, чтобы они попробовали домашнюю вкусную еду нашу? Я говорю, да, конечно, можно. И наши главные, кто создал эту группу, созвонились с ними, они через них передали это. Мы им очень сильно благодарны. Наши солдаты их получат, они их подогреют, покушают и будут вспоминать нас, что мы здесь их не забываем, их поддерживаем, помогаем им. Собирать груз своим мамам помогают и их сыновья. Руслан Мамаев – незаменимый помощник. Всегда рядом. Потому что я понимаю, что пацанам на Украине сложнее. То есть ничего не произойдет, если я просто пойду гулять. Лучше быть, если я помогу. Потому что я знаю, что там творится. Потому что у меня сам старший брат с первого дня находится на зоне СВО. И примерно до апреля месяца 22-го года мы не могли с ним связь наладить. После этого начали отправлять гуманитарку через его полк, его друзьям, гуманитарку. Потом, когда этот склад сюда переезжал, мама в этом сказала, я всех пацанов собрал. Вот Рамина один из первых был. Всех пацанов собрал. Пошли помогать, первый здесь склад. Груз большой. В стороне никто не стоит. Даже наш водитель включился в общее дело. На этот раз машина отправится в госпиталь Херсонской области. Об этом попросил наш земляк, сотрудник госпиталя. Я сейчас в отпуске нахожусь. Приехал в отпуск, обратился к фонду. Помочь небольшое количество с перевязкой, со штативами для внутривенных вливаний. Ну и попросил для госпиталя одеяло, потому что зима близко, чтобы бойцы не мерзли. Ну вот, видите сами, и что это вышло. Узнав, что груз предназначен для военного госпиталя, на призыв о помощи откликнулись многие жители республики. Карачаевские аптеки, Кубановые очень помогли. Здесь вот Трамп, вот на втором этаже аптеки, очень помогли. Нет такого дома, такой семьи, который не откликнулся в этот раз. Медикаменты, одежда, продукты, очень много чего огромное. Всем спасибо. Марина Барлакова, председатель регионального отделения Союза женщин России, тоже тут. Беда, она общая, чужой беды не бывает. Сегодня ребята выполняют свой долг. Они сегодня, благодаря им сегодня, мы ведем обычный образ жизни. Я считаю, было бы с нашей стороны неправильно, если бы мы о них забыли. Хочется выразить огромную благодарность всем жителям Карачаево-Черпесской республики, потому что я наблюдал каждый день, как это все онлайн происходило, и как люди со всех поселков, со всего Карачаево-Черкези хотели оказать хоть какую-то маленькую неоценимую помощь. Поэтому спасибо большое всем жителям этого прекрасного, этой прекрасной республики. Только за год группа «За наших» отправила 15 гуманитарных грузов в разные районы Донбасса. Один из них повезли сами, практически на передовую, в военный госпиталь Бердянска. Это было прошлой осенью. В то время там было неспокойно. За рулем одной из машин была Шахерезада Салпогарова, которая в группе практически с первых дней. У нее много забот. Она возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство «Барс». Есть дети, внуки. Но это не помешало мужественной женщине отправиться на Донбасс. Когда душой, если хочется что-то, чего-то делать, но о страхах, даже в мыслях думать места не было. Ну, где-то, может, и боялась, но мне страшно не было. Хотела ехать и поехать. А муж как отпустил? Ну, отпустил. Как-то договорились, просила, чтобы отпустил. Ну, отпустил. Спасибо ему большое. Я благодарна ему. У меня вот бабушка со мной вместе живет и его мать. Восемьдесят девять лет бабушке. И когда про СВО что-то говорим, она тоже начинает плакать. Вот ребятам, если что-то полезное можете делать, ну, на это как бы рукой-ногой согласна. Вот они оба вот согласились, отпустили. Я за это им благодарна. Понимание того, что за тебя переживают и в тебя верят за тысячу километров, дает особое, ни на что не похожее ощущение единства наших людей. Вне зависимости от национальности и места жительства, говорят бойцы на передовой. Спасибо всем жителям нашей необъятной Родины. Мы чувствуем ваше тепло, заботу и поддержку. Только так мы сможем добиться больших успехов на фронте. Сегодня мы получили гуманитарный автомобиль, который позволит нам более оперативно выдвигаться в зону боевых действий, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать наших раненых товарищей. Большое спасибо. Вместе мы победим. Отдельное спасибо ребятам, которые нам привозят гуманитарную поддержку. Мы это ценим, мы это принимаем во благо, потому что вы помогаете именно моральному духу. Спасибо вам большое за это. Сегодня мы получили воду, машину. Самое главное – это тот самый автомобиль. Спасибо большое. Теперь мы будем намного быстрее. Выражаем благодарность от лица Медроты, которые находятся в Запорожском направлении, в группе за наших, за предоставленную нам НИВу, которая нам необходима, потому что мы часто выезжаем на передовую. По бездорожью наши автомобили не справляются. Мы приехали в Запорожскую область, а именно в город Бердянск, привезли гуманитарную помощь, передали автомобиль НИВу военным врачам, а именно Урусову Марату. В виде гуманитарной помощи у нас еще была еда, вода для наших бойцов и также и для больных. Мы свою боевую задачу выполнили, также будем продолжать заниматься гуманитарной помощью. У нас еще есть в списках автомобиль, УАЗик, который мы в ближайшее время будем объявлять сбор для других врачей Херсонской области. Школы, организации, дети отправляют. Это тоже нас радует, подает боевой дух. Пусть дома нас ждут, мы все вернемся живыми, здоровыми, к нашим семьям, родным и близким. Жители Карачао-Черкесии всегда были вместе со своей страной и народом в трудный момент, помогали общему делу. Сегодня они также помогают нашим военнослужащим. Это и есть патриотизм – живой, настоящий, подлинный. Субтитры создавал DimaTorzok